Во имя чего жить? Во имя чего рожать детей? Во имя инстинкта, что ли? Вот есть такой инстинкт. У коровы, у лошади, у козы и у меня. Многие мамаши приходят, о, дочка не выходит никак замуж. Что за проблема? Ну, не выходит, не выходит. Ну, что за проблема? Потому что живет человек инстинктами, как корова. Потом замуж-рослым начинаются слезы, потом разводы, потом битва за того, чтобы прокормить себя, если Бог дал детей. То, что вот мотивация жизни совсем другая. Она больше похожа на мотивацию коровы, а не мотивацию человека, который хочет стать христианин. Потому что и так родители готовят своих детей совершенно не к Царству Небесному, а чтобы было стоило, было сено, был овес, чтобы вовремя доили. Вот к чему. Абсолютно к коровьей жизни. Чтобы можно походить, там, по лугу. А Господь нас готовит к Высшему. Он хочет, чтобы мы были граждане неба, а не силостной ямы. Что если у человека затевает семью, он должен ее строить, как домашнюю церковь. А для этого нужно найти человека, который будет строить эту церковь. Который бы знал архитектуру этой домашней церкви. Знал бы, как... Они тоже... А вот она мне нравится, я ее люблю. Но для коровы это нормально. Но для человека это... Это же только разговор инстинкта. Чего ты о нем знаешь? О том, что в голове у него есть? Ну, хотя бы, что он прочел?